Цепляешься просто за каждый уголочек, который видишь. Как в последний раз просто на все смотришь, потому что понимаешь, что если приговор прозвучит, он прозвучит, и сроки будут реальные. То есть ты же всего этого очень долго не увидишь. Последние дни на свободе Дарья Бетюцкая проводит на природе. Пытается надышаться теплым осенним воздухом. В неволе придется гулять по часам. Встреча с подсудимой, продавщицей мака для булочек, прошла за несколько дней до оглашения приговора. Дарья храбрится, пытается улыбаться, хотя дается ей это с большим трудом. На прошлой неделе на очередном слушании Дарья от стресса едва не лишилась зрения. Атрофируются сосуды, которые в принципе должны обновляться для того, чтобы человек в дальнейшем мог достойно видеть. То есть они атрофируются, вследствие чего идет неизбежная слепота. Мы не имеем времени в принципе, да, как такового. Ну вот, к сожалению, нет возможности на дальнейшее обследование. Резонансная маковая история берет свое начало с января 2019 года. Предприниматель Сергей Сиренко вез из Казахстана на Алтай продукты на продажу. Среди них были и пачки с кондитерским маком. Несколько лет перевозок, но именно в тот раз приправу изъяли. Сергея обвинили в контрабанде. Как утверждают наши оперативники, этот пищевой мак запрещен. На ввоз в Российскую Федерацию он содержит наркотические вещества. То есть именно пищевой мак из республики Казахстан. Сергей даже провел собственное расследование. Купил в сетевых магазинах мак разных производителей. Отдал на экспертизу. Результат весь мак идентичен. В каждом есть наркотические примеси. В небольших количествах от природы. Однако следствие во внимание это не взяло. А пошло дальше. К маковому делу Сергея приобщили и его продавцов. Дарью и Юлию. Дарья и Юля продавали в магазине кондитерский мак. Но неужели они должны спрашивать каждого покупателя, зачем они его приобретают? Точно ли для булочек с маком? У нас же не спрашивают в магазинах посуды, зачем мы покупаем ножи. Хотя холодное оружие вредит куда больше, чем кондитерский мак. Сам пищевой мак не относится к списку запрещенных. По конвенции ООН к числу описодержащих относят маковую солому. Это стебли, листья, коробочки. То есть все части, как раз кроме семян. Любой пищевой мак после очистки содержит небольшое количество частичек коробочек мака. Очистить его полностью невозможно. И тогда встает вопрос о количестве этих маковых семян. Один ли пакетик, или коробка, или десятки коробок. Алтайскую троицу уже второй год судят по статье 228 по самой жесткой части сбыт группой лиц. А у продавщицы Юлии в ходе обыска в квартире нашли 300-граммовую баночку с маком. Следствие расценило это как подготовку к сбыту. На ряду с этой банкой у меня стоял и какао-порошок, и сахарное пудро. Чай всегда рассыпную я пересыпаю. Я просто хочу, я вас призвать хочу, просто пожалуйста, услышьте нас. Ваша честь, пожалуйста. Столько не застыковок, столько вот этого придуманного всего из банка, из старых свидетелей. Пусть немножко успокоится, ваша честь. Ну что, зацепить. Не повышайте порядок в судебном заседании. А как еще? Вы видите, человек не может читать. Практически на каждом заседании обвиняемые пытались добиться рассмотрения ряда ходатайств. Требовали независимую экспертизу. И просили о возобновлении следствия и о дополнительных защитниках наряду с адвокатом. Но ходатайство отклоняли. У подсудимых прямо в зале судебного заседания от бессилия сдавали нервы. Ведь за продажу мака каждому из них грозит больше десяти лет. Если судебное заседание будет продолжаться в таком же духе, нарушаться права мои, я обрету бессрочную голодовку. Я не буду ни кушать, ни принимать никаких лекарств. Вот это уголовное дело было сфабриковано в отношении нас. Пошли. Пойдем. Дыши, 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 девочка. Дыши, дыши. Меня слышите? На Дарью посмотрите. Состояние человек до такого довели. Я мужа не видела в таком состоянии вообще никогда. Ну это реально довести, ну это как каждый день назначать заседание. Получается, каждый день вызывают скорую. Ну неужели она не видит? Вообще куда кто смотрит? Где вообще проверяющие органы какие-то? Ну как это можно? К слову, дело алтайских маковых наркобаронов далеко не единственное в России. Еще один фигурант подобного процесса и тоже предприниматель Сергей Шилов из Брянска. Его еще 12 человек судили за ввоз и распространение нескольких сотен тонн пищевого мака. Шилову грозило пожизненное заключение. 7 лет понадобилось на то, чтобы банде 13 доказать, что пищевой мак не является наркотическим веществом. Это, по словам Шилова, нужно делать и сиренка. Да, он продавал мак. Но он наносит вред здоровью или нет? Вы определили? Нет. Ну а как вы привлекаете? Это конституционные права его. Да коли вы будете привлекать за то, что не наносит вред здоровью человеку. О том, что семена мака не вызывают наркотического эффекта, заявляют и ученые. Следы наркотиков там присутствуют, но они ничтожно малы. Семена содержат, конечно, следовое количество алкалоидов, но они очень маленькие для того, чтобы вызвать наркотическое опьянение, да, скажем так. Поэтому полностью очистить семена мака от алкалоидов мы не сможем. Грубо говоря, сколько нужно килограммов купить, чтобы нанести себе вред? Ну, достаточно много. Я думаю, что фасовки такие даже не продаются, чтобы купить такое количество мака, чтобы выделить из него наркотические вещества. Для производства наркотических средств используется совсем другое сырье. Однако следствие во внимание это, как правило, не берет. В России, к слову, сажают не только за кондитерский мак, но и за сами булочки с маком. В 2015 году осудили семью Полухиных, которые торговали в своем кафе выпечкой с маком, мол, незаконный сбыт наркотических средств. Эту булочку я купила в пекарне, в какой называть не буду, чтобы не подставить владельца. Хотя подобные хлебобулочные изделия продаются практически во всех пекарнях города. Пока продаются. В связи с тем, что в стране стали все чаще отправлять по этапу за кондитерский мак, пекари элементарно откажутся их выпекать. Кстати, после серии репортажей про Сергея Сиренко к нам в редакцию позвонил житель Алтайского края, предприниматель и осужденный, также за контрабанду кондитерского мака Вячеслав Моторкин. Позвонил прямо из колонии и рассказал, что вот уже три года отбывает наказание за коробку казахстанского мака. О запрете на ввоз приправы мужчина не знал и уверен, что уведомление о запрете. За его подписью подделали. А, вы ее не подписывали. В 2017 году вас остановили, но до этого вы тоже возили также Трайлфуд, правильно? И не останавливали? Правильно. Правильно. А сколько, получается, вам вот сейчас осталось еще отбывать наказание? По факту это очень жестко. До 28-го года. У меня там дети без меня растут. У меня там дома что попало. Я уже холостой. Меня уже бросили. Трем продавцам мужчины дали по 8 лет. Их жизни тоже рухнули. Сейчас Вячеслав Моторкин планирует третий раз подавать жалобу и доказывать сфабрикованость дела. А между тем Сергею Сиренко и двум его продавцам сегодня вынесли приговор. Его 11 лет строгого режима, до Ребетюцкой 10 лет. И лишь Юлии Сиренко 5. И то потому, что из дела убрали ту самую банку с маком. Мне был заказан парк присутствия в пищевом маке маковой столомы. Сергея после заседания отправили в СИЗО. На его продавцов надели наручники. Когда Сергей выйдет на свободу, его сын будет школьником, практически подростком. Ему исполнится 12 лет. Когда Дарья вернется домой, ее сын станет совсем взрослым. Ему исполнится 29 лет. А вот Юлию, которую сегодня приговорили к пяти годам лишения свободы, боится, что сегодня видела свою маму в последний раз. Она у нее пожилая и нуждается в повышенном уходе. Алтайских маковых наркобаронов пока еще нельзя назвать осужденными. У троих маковых узников есть еще 10 суток, чтобы подать апелляцию. Но, как показывает практика, уменьшить срок удастся лишь на несколько месяцев. Я ни одного, ни троих, никого я их не оставлю. Я буду за всех грызться, получается, как за себя. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.